Библейский портал экзегет.ру представляет В этом переводе под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, или так называемая «Заокская Библия». Ну и я выбрал именно этот перевод просто потому, что как раз переводы «Малых пророков», которые я читал, они были тоже выполнены мной для этого проекта. Я читал свою авторскую версию, ну а здесь вот будет та версия, которая уже вышла сначала в предварительном издании, потом и в так называемой «Заокской Библии», Библии в современном русском переводе 2015 года. Что за книга Даниила? Можно очень долго ее представлять, но на самом деле она о себе рассказывает сама. Это история, как израильтяне живут в плену, в Вавилонском плену. Соответственно, Вавилон разрушен, и вот все, что происходит здесь, это история переселенцев, которых насильно увели в Вавилоне после разрушения Иерусалима. И там они сидят и ждут, когда Господь каким-то образом решит их судьбу. Но что значит ждут? Просто сидят и пережидают? Или это время Вавилонского плена, это тоже время какой-то своеобразной жизни? Вот, собственно, книга Даниила ровно это и описывает. Что означает быть иудеем, когда никакой иудеи нет, когда храм разрушен и неизвестно, когда еще будет. Значит, первая глава. На третий год правления Акима, царя иудеи. Ну, это у нас с вами, собственно говоря, 605 год, если брать такую традиционную хронологию, до Рождества Христова или до нашей эры. Вот, соответственно, предыстория того, что произошло. На третий год правления Акима, царь иудеи, пошел Новуходоносор, царь Вавилонский, в поход на Иерусалим и взял его в осаду. И по воле Господа оказался в руках Новуходоносора, царь иудеи Акима, часть священных сосудов из Дома Божьего. По повелению Новуходоносора эти сосуды были увезены в землю Шинар и помещены там в храмовую сокровищницу его Бога. Это еще до разрушения Иерусалима, оно произойдет через пару десятилетий. Но вот не сразу все происходит, а Вавилон сначала захватывает, подчиняет себя землю Израиля, уводит царя в плен. Царь также велел Ашпеназу, главному царедворству, царь, соответственно, Вавилонский, отобрать из народа Израилева и царского рода изнатия и привезти во дворец юношей с приятной внешностью, без каких-либо телесных недостатков, способных ко всяким наукам, обладающих знаниями и гибким умом. Их, пригодных для службы в царском дворце, необходимо было обучить языку и письмо вавилонскому. Ну, зачем это делали в Вавилоне, недостаточно понятно. Им нужна местная элита, которая будет лояльна, которая будет проводить вавилонскую политику. Ну, вот, собственно, местники, управляющие на этой территории, конечно, должны быть из этой самой местности, из этого народа, чтобы понимать, что там происходит, и уметь разговаривать со своим народом. Но одновременно они должны быть воспитаны в вавилонской культуре, в преданности вавилонскому двору. Поэтому вот мы видим еще до разрушения Иерусалима, до, собственно, массового изгнания, элита, которая довольно неплохо себя чувствует, потому что все-таки Иерусалим — это такой маленький городок на окраине, а вавилон — это столица древнего Ближнего Востока, не только имперская, политическая, но и культурная, религиозная, экономическая. И жить там, конечно, приятнее, выгоднее, возможностей больше. Царь распорядился, чтобы каждый день им подавали яство с царского стола и такое же вино, какое пил он сам. Обучать их должны были три года, а затем их ожидала царская служба. На самом деле, за три года эту клинопись вавилонскую едва освоишь, ну, они же талантливые ребята, значит, как-то смогли. Среди них были и Даниил, Анания, Месаил и Азария. Все они были из рода Иудина, то есть из колена, как это в старых переводах звучит. Главный царедворец дал им другие имена. Даниил он назвал Билташатсаром, Ананию Шадрахом, Месаилом Мешахом и Азарию Аведнаго. Собственно, это привычные такие вавилонские имена, которые несут в себе, кстати, как и еврейские имена, определенное значение. Вот Даниэль по-еврейски, это Дани мой судья, Эль это Бог. Билташатсар, Бел, одно из вавилонских божеств, защити его жизнь. Анания, еврейская Хананья, Яхве вел милость, или Господь вел милость. Шадраха, веселье, Аку, одного из вавилонских богов. То же самое Месаил, Мишаэль, кто подобен Богу, переименован в... Кто подобен этому самому Аку. Вот. И Азарья, помощь Господа, Аведнаго, Рабнаго. То есть, вот все они получили другие имена, которые носят вполне конкретные вавилонские божественные какие-то значения. То есть, вот они служащие этих самых вавилонских богов. Что ты можешь сделать, когда тебя увели на чужбину, другая какая-то власть, дала тебе даже имена другие. Ну, дала и дала. Свои-то имена остались, а они пусть называют, как хотят. Даниил твердо решил не оскверняться ни ястыми со стола царского, ни вином, какое пил царь. А вот это уже странно. Смотрите, они против имен не возражают. А если пить отказываются, что же плохого в вине? Оно же не языческое, не единобожное. Ну, ради того, что алкоголизм разовьется, можно опасаться. Но можно же умеренно его пить. Не каждый день, например. В чем проблема? А вот смотрите, дело в том, что для древнего общества очень характерно представление о трапезе как о ритуальном действии. То есть, и яства, и напитки посвящались божествам. И участвуя в этой трапезе, ты, в общем-то, участвуешь в языческом ритуале. Они, по крайней мере, понимали это так. А вовсе не то, что вот их эксперт-респределителю прикрепили, им снабжение по высшей категории. Они нос воротят. И он попросил главного царедворца избавить его от того, что могло бы его осквернить. Бог даровал Данилу благосклонность главного царедворца. И тот сказал Данилу, я боюсь государя моего царя, и он сам назначил, что тебе есть и что пить. А если он заметит, что вы, в отличие от других юношей и сверстников, выглядите худыми, не придется ли мне отвечать головой за вас перед царем? И тогда Данил попросил надзирателя, которого главный царедворец приставил к нему, и она не имя Саила Азария. Прошу тебя, проверь, что станет с нами, рабами твоими, через десять дней, в течение которых мы будем есть овощи и пить воду. А затем сравни, как будем выглядеть мы и как те юноши, что едят со стола царского. То есть овощи и вода — то, что не является предметом жертвоприношения. Вино, да, мясо, да, какие-то роскошные блюда — это уже на трапезе с царем, и после принесения частиц этих блюд богам языческим ты как бы участвуешь в этом языческом ритуале, а овощи, они сами по себе выросли, их можно есть. И, конечно, их там сварили, помыли, порезали, на тарелочку положили. Но всё равно это совсем не то. И, в общем-то, это пища, которая на царском столе тоже, наверное, присутствует, но на неё особо внимания никто не обращает заодно. И в зависимости от того, что ты сам увидишь, поступай с рабами твоими, как сочтёшь нужным. Надиратель согласился с Даниилом, и десять дней стали для юноши испытанием. Когда десять дней прошли, Даниил и его товарищи выглядели лучше и здоровее, чем те юноши, которые ели царские яства. Ну, вот здоровый образ жизни, да, чем обжираться жирным мясом и упиваться вином. Наверное, полезнее есть овощи и пить воду. Тогда, может быть, это казалось удивительным, потому что мало кто мог себе позволить жирное мясо и вина. После этого надиратель стал убираться. Стала предназначенные для них явство вино и давал им овощи. Этим четырём молодым людям Бог даровал знания и понимание всякой письменности, мудрость о Даниилу, ещё и способность постигать смысл ведения и снов. Когда срок, отведённый царём, истёк, главный царедворец представил юношей Новоходоносору, ну, то есть, уилонскому царю. Царь поговорил с юношами и не нашёл среди них никого, кто мог бы сравниться с Даниилом, Ананией, Месаилом и Азарией. Поэтому они были назначены на царскую службу. То есть юношей было гораздо больше. Эти четверо отличаются от остальных только тем, что они хранят верность Богу. И, как ни странно, хранят её, в общем-то, судя по описанию, в чём? В пище. Они отказываются от роскошной царской еды. Ну, ещё раз, какая, казалось бы, разница, что есть и что пить? Но не случайно говорят, человек есть то, что он ест. Даже сегодняшняя биология подтверждает, да, что от нашего питания очень сильно зависит не просто наше здоровье, что, очевидно, но и состояние ума, настроение и всё остальное. И вот здесь, конечно, дело не в пропаганде здорового образа жизни, вегетарианство и воздержание от алкоголя. Но скорее в том, что в своей повседневной жизни они стараются остаться с Богом даже в условиях, где, казалось бы, нет никакой возможности вот имя не принять, которым тебя назвали, отказаться вот от этой царской службы, которую тебя навязали, да. Ну, что поделать? Тут ты неволен ни в чём. Но есть одно действие, в котором ты абсолютно свободен. Вот перед тобой тарелка стоит, ты возьмёшь с неё и съешь. Или ты не возьмёшь и не съешь, возьмёшь что-то другое. У человека всегда есть выбор. Говорят, а что я могу поделать? Власть такая, время такой, народ такой, страна, в которой мы живём, такие, что я могу поделать? Да вот ты можешь съесть или не съесть. И в какой-то момент это может быть выражением твоей преданности Богу. Ну, конечно, это не только пройдут. Ты можешь соврать или нет, ты можешь помочь или нет и так далее. Куча повседневных выборов, мелких, ничтожных. Даже когда ты не можешь повлиять на ход мировых событий. Сделать так, чтобы в Вавилоне не разрушили Иерусалим. Ну, не можешь ты на это повлиять. А вот как ты живёшь в своей повседневной жизни? Можешь. И результат налицо. Они были назначены на царскую службу. О каком бы деле, требующий мудрого суждения, царь не спрашивал их, он находил, что они в десять раз превосходят всех магов и заклинателей, какие только были в его царстве. Вот, соответственно, маги и заклинатели – это такая вавилонская элита. И оказывается, что юноши, которые хранят верность своему богу, они побеждают профессионалов вавилонских, вот этих мастеров магического искусства. И был Даниил при дворе до первого года царя Кира. А это что значит? До конца вавилонской державы, потому что Кир Персидский, тот, кто взял вавилон и сменил вавилонскую державу Персидской. Это первая глава, краткое предисловие. Что, собственно, произошло у Даниила с Навуходоносором, об этом мы прочитаем в следующей второй главе.